Война в Украине вскрыла очередную подноготную рашизма, когда под внешним блеском инноваций оказались нищета и отсталость. На этот раз Киев задел Кремль заживое, ведь когда его скребут по военному величию, дотирая до советской ржавчины, из башен доносится приглушенный вой и наполняются чемоданы. Одним из последних ударов по военным амбициям и репутации военной машины Федерации стал детальный разбор спецами украинского генштаба российского танка Т-90М, который одичалы позиционировали как передовую бронетехнику аналоговнятного типа. Исследовав трофейный образец техники в спешке, брошенной оккупантами во время жеста доброй моли, специалисты Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники пришли к выводу, что танк Т-90М ничем не отличается от Т-72. Для развенчания мифа о том, что Т-90М это не новый танк, а подкрашенное старье, был собран брифинг, на котором подробно в деталях расписали весь обман Кремля. Начальник Центрополковник Сергей Бачурин сообщил, что Т-90М это старый танк Т-72 с незначительными конструкторскими решениями, большая часть из которых украдена с основных боевых танков НАТО. Среди скоммунизденных технологий полковник называет комплекс защиты вооружений «накидка» – почти всю электронную начинку танка, которую расисты выдают за собственную разработку, но на которой нет ни одной маркировки о производителе. Хваленая Шойгу и компанией, система наведения огня «Калина» от российского имеет только маркировку. Украденная система также была представлена на брифинге. Единственным апгрейдом танка можно считать навешивание дополнительной брони, что ненамного повысило выживаемость машины, но значительно снизило мобильность и маневренность. Отмечается, что в ходе боевого использования расистами танков в Украине они не раз были уничтожены не авиаударом, не артиллерийским залпом, а огнем пехоты из не самых мощных противотанковых комплексов, в частности шведской ручной пушки «Карл Густав». Другими словами, танк за 5 миллионов долларов был дотла уничтожен оружием за 20 тысяч баксов. Механика танка оказалась вообще не инновационной, а деградационной, потому что использует модернизированный и слегка видоизмененный двигатель В2, который является основным приводом танка Т-34 1937 года производства. Получается, что новейший многомиллионный аналогов нет, использует мотор времен глубокого сталинизма. Подобных улучшений у танка целая рассыпь. И кому интересны подробности, ссылку на сам брифинг найдете под этим роликом. И лично убедитесь в деградации российского ВПК. Акцент же хотелось бы сделать на другом, а именно на последствиях технического разбора танка Т-90М украинскими специалистами. То, что озвучил полковник ВСУ на брифинге, это приговор российскому ВПК. И хотя в Украине новость прошла по касательной на фоне ракетных обстрелов и общей ситуации в стране, в мире военной промышленности Киев произвел фурор. После обнародования этих данных многие зарубежные компании, которые заключали договоры с Российской Федерацией на поставки Т-90, сходу отменили сделки с Москвой. Аннулирование контрактов для РФ означает потерю миллиардов долларов, но это не самое болезненное, потому что разорванные контракты – сущие пустяк на фоне репутационного фиаско балалайного ВПК, которым так гордится каждый скрипоносец запоребрика. Разложив на составляющие Т-90М, Украина сбросила с балалайной оборонки дырявую ширму инноваций, показав, что все хваленое российское оружие – это дешевый советский чермет, как бы его ни обзывали. Танки Т-90, термобарические солнцепеки, гиперзвуковые рокеты-кинжал и сверхточные калибры – один сплошной аналог говнет. Да, оно ездит, стреляет, угрожает жизни людей, но в плане состоятельности как оружие 21 века не имеет абсолютно никакой ценности, потому что может быстро и эффективно уничтожаться более передовой техникой. Кроме того, своими понтами в отсталом ВПК «Рашка» подставила множество государств, которые верили тотальному вранью и закупали крашенные советские танки по цене абрамсов и дырявые системы ПВО. Власти Китая, Индии, Турции и других стран сейчас переживают экзистенциальный шок от того, какого шлака они накупили за все эти годы на десятки миллиардов баксов. А теперь наблюдают, как Украина на запчасти разбирает российские танки, выставляя этот позор на весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok